Татьяна Крыкова по образованию журналист. Раньше сотрудничала с газетой «Видновские вести». Стихи писала всю жизнь, но широкой публике их не показывала. Поворотный момент произошел полгода назад, когда она принесла одно из своих произведений музыковеду и методисту историко-культурного центра Ирине Маскаевой. Когда познакомилась с композиторами, мне сразу стало легче, потому что свои стихи я услышала как песни, и это получилось совершенно другое. Это просто кайф, который я испытываю, и мне нравится писать песни. Ирина Маскаева написала более ста песен на стихи поэтов из Ленинского района. Когда она впервые увидела стихи Татьяны, они словно зазвучали и идеально легли на музыку. Так родилась первая песня. А потом и пошло. Она несет мне стихи, ей понравилась песня, которая сегодня прозвучит, и следующая песня, и следующая песня. И получились, в общем-то, у нас песни очень хорошие, именно объединенные одной тематикой. И тогда Татьяна стала работать именно над книгой, где чередование стихов и музыкального обрамления, так сказать, к этому стихам, очень явственно и очень значимо. Очень быстро удалось выпустить издание «У России женская душа», где собраны стихотворения и песни с нотами для фортепиано. Автор называет свое творчество «Исповедью женской души». На первое литературно-музыкальное мероприятие были приглашены друзья, близкие и члены объединения имени Шкулева. Многие хотели поздравить Татьяну с дебютом и пришли не с пустыми руками. Краевед Алексей Плотников подарил ей свою книгу «Видные имена». Эта книга, которая вышла недавно, в прошлом году, она рассказывает о тех людях, которые оставили большой след в жизни Ленинского района, уже в истории Видновского края. И мы надеемся, что в следующем выпуске будет и очерк о Татьяне Крыковой. На концерте прозвучали стихотворения Татьяны Крыковой и песни ее авторства в исполнении дочери Маргариты вместе с подругой Анастасией. Также несколько романцев исполнила певица Юлия Загозкина под аккомпанемент заслуженной артистки России Елены Баженовой. «Мне трудно согласиться, Моя рожь не совсем не так». По словам Татьяны Крыковой, в своем творчестве она не собирается останавливаться в планах издания новых поэтических сборников и проведения творческих вечеров. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. «Мне трудно согласиться,